Приветствую дорогие друзья, с вами Андрей Марковин, сайт сделайсайт.ком, 15 видео урок по программированию Накахана. Так, 15 видео урок, а число у нас сегодня 14 апреля 2011 года, 21 час 32 минуты по Киеву. Ну что ж, приступим. Сегодня из рассматриваемых тем у нас одна тема всего-навсего, это выбрасывание из модели всего лишнего. Почему так мало, спросите вы, да потому что уже 21 час 32 минуты и мне пора спать. Поэтому я быстренько расскажу, чего к чему и пойду, собственно говоря, спать. Так, ну хорошо, значит, давайте разберемся, что это за такая проблема, что нам надо там выбрасывать из модели, чего к чему и почему. Значит, в предыдущем видео уроке, который я опубликовал на сайте сделайсайт.ком, это видео урок номер 14, уважаемый читатель Big Shark критиковал за то, что я там в модели оставил много всего лишнего, вот, а именно я в модели жестким образом на ваших глазах прописал содержимое имейла, которое мы в случае вспоминания пароля отправляли пользователю, то есть там тема была жестко прописана в модели и было жестко прописано, было жестко прописано само тело сообщения. Вот, таким образом поступать нельзя. Почему? Ну потому что теряется вся гибкость, собственно говоря. Дело в том, что если мы применим такое решение... Ну давайте я сейчас открою. Значит, вот Kahana, Application, Classes, Model и Register. Вот, сейчас я покажу, о чем я говорю. Значит, вот был метод «хочу новый пароль» и там при каких-то условиях отправлялся email, и прямо в модели в этой, в Register, прямо в методе «хочу новый пароль» была забита жестко тема сообщения, вот, как вы видите, и тело сообщения. Ну, таким образом поступать нельзя, потому что данное решение будет невозможно применить в каком-то другом проекте, невозможно будет применить для каких-то других целей в рамках этого же проекта. То есть, это не гибкое решение. Да, кроме того, email, текст, который в нем содержится, скорее всего, придется менять по какой-то причине, прямо в рамках этого же самого проекта, на этом же самом месте. Вот, и через какое-то время будет вообще сложно вспомнить, а какой именно, какая именно модель что-то там отправляет, и найти в этой модели что-либо, да. Вот, ну, поэтому гораздо лучше из модели весь, ну, всю логику отображения, назовем это так, то есть, весь вот этот вот жестко заданный текст убрать и засунуть его совсем в другое место. А куда, а туда, куда, куда надо. Вот, и сейчас я расскажу, каким образом это можно сделать. Так, включаю следующий слайд. Значит, избавление от логики отображения в модели имеется в виду. В модели не должно быть логики отображения, в модели должна быть только бизнес-логика, отвечающая за программирование. Значит, первый способ – это передача переменных и отслеживание их наличия в виде. Что это такое? А это, дорогие друзья, мы с вами уже делали. Делали мы это, сейчас покажу, где, в контроллере авторизации. Вот, даже вы, наверное, догадались, о чем идет речь. Вот, в случае регистрации, экшен-регистрации в контроллере авторизации, мы создавали поле в массиве дата, в случае успешной регистрации, называли его регок. Вот, это такое у нас сигнальное поле было, типа флажка. Вот, в случае неуспешной авторизации создавалось поле errors. Вот, и все эти поля передавались в вид, вот этот вот, регвью. Сейчас мы на него тоже с вами посмотрим пристально. Так, view, регвью. Открывая регвью. Да, вот здесь вот проверялось наличие переменной регок. Если она существовала, то выводился такой текст. Если появлялась переменная errors, то вот в цикле выводилось содержимое массива error. Вот, ну, то есть, логика отображения имела место быть в файле отображения, в видах. Никак не в контроллере, аус, никак не в модели. Вот, таким вот образом мы ее вынесли сюда, в то место, где она и должна быть. Это логика отображения. Так, ну, то есть, вот таким вот образом работает первый способ, который мы с вами рассмотрели. Второй способ – это использование метода message. Вот, сейчас я с вами познакомлю этот метод, или вас с ним, точнее сказать. Значит, рассмотрим проблему, опять же, на примере нашего сайта, который мы с вами делаем. Пойдем в модель register и посмотрим пристально на вот этот вот метод «хочу новый пароль». Значит, вот здесь тема subject задается просто текстом непосредственно в модели. Значит, как можно от этого избавиться? Избавиться можно следующим образом. Существует такой метод класса message, у Каханы существует, в который можно передать параметрами имя файла, который будет расположен в каталоге message, и название поля массива. Вот, если мы рассмотрим содержимое того самого файла rec, который находится в каталоге message, то вот будет существовать там некий массив, описание массива. У массива будет создаваться поле subject, то есть, это поле одноименное с тем, что мы здесь передаем. Вот, и в него мы уже будем записывать как раз текст. И Кахана будет работать таким образом, что в переменную subject она запишет вот этот текст. Благодаря всей вот этой вот петрушке. Ну, давайте с вами это проделаем, для того, чтобы уж точно понять, что где хранится. Так, копирую в буфер обмена вот этот вот subject. Вот, иду сюда, вставляю на место старой, неправильной, негибкой записи. Так, вставил, и, как я и говорил, мне нужен каталог message. Вот он у меня находится, да, в папке application, в папке application, каталог message. Значит, открываю я его, вот, и прямо в нем давайте создадим новый файл, который мы назовем reg. Так, ну, почему он называется reg, я думаю, уже понятно, да, потому что именно здесь вот у нас написано reg. Так, создали. Теперь я иду в презентажку и копирую содержимое этого файла reg, заботливо мной уже подготовленное. Так, вставляю, восстановление пароля, пожалуйста, все на своих местах. Значит, ну, понятно, я думаю, да, не буду повторяться, не буду по-новой объяснять. Эту проблему мы решили при помощи вот этого вот метода message. Так, но существует некая другая проблема, которую надо решать другим способом. Вот, существует еще один способ, это использование шаблона отображения для убирания вот этого статического текста из модели. Для чего это надо? Ну, дело в том, что в некоторые переменные, окромя статического текста, нам надо добавлять какую-то динамику, то есть содержимое каких-то переменных. Вот, а эта задача уже решается немножко другим способом, немножко иным, не через message, а через views. Так, нам понадобится, во-первых, массив дополнительный, дата, который мы будем, собственно, инициализировать. Ну, предположим, прямо вот здесь. И в этот массив, как вы видите, мы передаем в поле gen pass, ну, то есть там создается поле в массиве, который называется gen pass. Вот, и внутрь этого поля записывается значение переменной gen pass, которое нам надо потом будет вот в URL запихнуть. Так, это написали, значит, и вместо вот этого всего message нам надо написать вот что. В views factory вы уже знакомы с этой конструкцией, я ее пояснять не буду, просто вот вставлю. Так, значит, передается переменная дата, и в качестве вида используется файл email views, который находится в папке email, внутри каталога views. Значит, идем в application, так, 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 ищем внутри него views, вот он у нас views. Вот, внутри этого каталога нам надо создать папку, которую мы назовем email. Так, завершить, вот, то есть вот эта вот папка email, и в нее мы будем складывать те самые виды, которые отвечают за отправку по email. Значит, здесь, дорогие друзья, надо очень хорошенько подумать над тем, как назвать папку, для того, чтобы потом не запутаться, что в ней хранится. Email – это не очень хорошее название, ну, подумайте сами. То же самое касательно файла rec внутри папки message. Его тоже надо назвать каким-то правильным образом. Ну, время уже 21.42, и мне неохота думать над тем, каким образом более правильно это назвать. То есть для вас названия должны быть говорящими, чтобы вы понимали, что конкретно творится в этой папке. Потому что вот это вот разбиение всего на различные файлы, оно, как бы, хорошо и гибко, но, с другой стороны, можно в один прекрасный момент запутаться и забыть вообще, что это такое. Поэтому говорящие названия – это очень важно. Так, хорошо, email, значит, email. Создаем файл, который будет называться email views. Файл PHP, email views. Как там я написал? Views, да. Создаю его, и в этот файл мне необходимо включить вот такой текст. Практически то же самое, что было у нас в случае логики отображения. Вот, и это будет у нас использоваться теперь для передачи в переменную message отправки на email. То есть здесь я ставлю теги абзаца, так как у нас в email, как вы помните, используется HTML. Вот здесь у нас стоит позиция true. Так, абзац ставлю, и дальше вот передаю тег ссылки, переменная genpass, которая передается благодаря массиву data сюда. Вот, я использую, естественно, PHP-дескрипторы для того, чтобы вытащить значение этой переменной. И вот этот вот знак равенства обозначает, ну, просто быстрое написание команды к выводу значения переменной genpass в вид. Ну, вот, собственно, как вы видите, практически то же самое, что у нас хранилось в переменной message напрямую. Вот, благодаря этому коду в переменную message подставится то, что у нас хранится вот в этом файле внешнего вида. Кроме того, туда отправится значение переменной genpass благодаря передаче массиву. Так, ну, в принципе, все. Давайте проверим, как это работает. Так, кахана. Как там у нас? Аус, да, аус. Аус. Хочу вспомнить. Так, ну, давайте вспомним. Нажимаю вспомнить. Что-то там начинает происходить. Вот, произошло. Мне предлагают проверить почту. Значит, сейчас я посмотрю, что у меня там в почте. В почту пришло новое сообщение. Только вот здесь вот я вижу ошибочку. Кахана 1. Надо, чтобы было написано Кахана. Кахана 1, как вы помните, это то, где я готовлюсь, да, к этому видеоуроку. Значит, вот здесь вот просто надо заменить на Кахана везде. Вот, и все будет хорошо. Ну, собственно, практически ничего не поменялось в присланном сообщении. Ну, даже не практически ничего не поменялось, а вообще ничего не поменялось. Вот, восстановление пароля тема и вот содержимое. Соответственно, мы все ненужное из модели таким образом научились выносить. Вот, и все это работает, как вы видите. Ну, что ж, спасибо за внимание. С вами был Андрей Марковин.